В Белгороде дрон влетел в многоэтажку. Сначала сообщалось, что пострадавших нет, однако потом выяснилось, что одна женщина все-таки пострадала. У нее ушиб грудной клетки и перелом ребер. Также зафиксированы повреждения в 11 квартирах. На опубликованных фотографиях и видео пострадавшего дома видно большое пятно копоти на стене и выбитые окна на нескольких этажах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пишет, что по предварительной информации в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад. Белгородские каналы сообщили о попадании дрона в дом около 13.40 по местному времени. Перед этим Министерство обороны России заявило, что около 12.15 над Белгородской областью был сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа. Пока неизвестно, шла ли речь об одном и том же дроне. В соседней Курской области тоже атака беспилотников. Там двое жителей погибли во время атаки дрона. Это произошло в Льговском районе. По утверждению губернатора региона Алексея Смирнова, украинский коптер сбросил два взрывных устройства на автомобиль местного жителя. Он написал в своем телеграм-канале, цитирую, «двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте. Полученные ранения были несовместимы с жизнью». Конец цитаты. Также в СУ попытались атаковать Михайловский ГОК в Курской области, второе в России предприятие по добыче железной руды. По информации канала МЭШ, ПВО сбило украинский дрон самолетного типа в небе над Железногорском. Он летел в сторону пятиэтажного здания предприятия. Обошлось без последствий. И в той же Курской области, судя по всему, начали свою службу военные из Северной Кореи. Об этом сегодня официально заявил генсек НАТО Марк Рютте. Вот что он сказал. «Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию, что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области. Развертывание войск из КНДР является эскалацией и очередным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, а также опасным расширением войны, которую ведет Россия». Конец цитаты. Также сегодня стало известно, что КНДР поставила в Россию оружие на сумму до пяти с половиной миллиардов долларов. Об этом говорится в исследовании немецкого фонда Фридриха Наумана. По информации спецслужб, Южной Кореи Пхеньян поставляет России главным образом артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности. ЧП в Новой Москве. Фонтан коричневого цвета, высотой с многоэтажку, забил в коммунарки. Канал «Осторожно, Москва» сначала написал, что столб воды образовался после прорыва трубы на улице Бачуринская. Там делали ремонт газопровода. Однако позже в региональном «Газпроме» сообщили, что ситуация штатная. Все дело в том, что там проходит, цитата, «продувка воздухом нового участка после опрессовки». Тут я напомню, что у нас есть бот обратной связи. Если у вас есть важная информация и вы хотите рассказать об этом нам, пишите нам, присылайте фото и видео. Ссылка на бот сейчас у вас на экране или чуть ниже в описании внизу под этим видео. Шокирующее признание от пропагандистки и главы РТ Маргариты Симонян. Цитата «Значительной части ведущих РТ не существует. Их заменил искусственный интеллект». У нас значительная часть ведущих, ведущих, телеведущих не существует. Их нет. Они искусственные полностью. Нет этого человека и никогда не было. Нет этого лица. Это мы взяли, сгенерили, придумали. Голос, все остальное, характер. Они ведут свои соцсети. Добавлю, что в отличие от РТ, ведущие на канале «Хатарковский лайф» вполне настоящие, не сгенерированные. Вернемся к Симонян. Она также рассказала, что искусственный интеллект заменил в РТ бильд редакторов. И изображение теперь также подбирает или генерирует искусственный интеллект. По ее мнению, журналистика, как и тьма других профессий, исчезнет с развитием технологий искусственного интеллекта. Профессии российского полицейского, однако, судя по всему, это не грозит. Сложно себе представить, что отечественный рыбокоп просит называть его господин полицейский. Именно этим, в кавычках, прославился правоохранитель из Петербурга, против которого возбудили дело после избиения им бизнесмена. Но обо всем по порядку. Дело было возбуждено из-за инцидента 28 сентября, когда полицейский Руслан Сентемов ударил задержанного владельца продуктового магазина головой. А вот как он общался с протестующими на акции бессмертный ГУЛАГ в 2018 году? Угольная отрасль России из-за падения цен оказалась на грани банкротства. Об этом пишет сегодня коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра ТЭК Минэнерго России. В 2024 году убыток отрасли до налогообложения может составить 34 миллиарда рублей. В то время как еще в прошлом году она принесла 357 миллиардов рублей прибыли. Таким образом, в этом году угольная отрасль стала единственной убыточной в России, отмечают аналитики. К такой ситуации, как отмечают эксперты, привела отмена понижающих коэффициентов в тарифе РЖД, а также введение экспортной пошлины и импортной пошлины в Китае. И продолжаем тему ископаемого топлива. Котировки нефти марки Brent на лондонской бирже упали более чем на 5% ниже 72 долларов за баррель. Это произошло на фоне удара Израиля по военным объектам в Иране. Об этом сегодня сообщает Bloomberg. Израильские самолеты в субботу, 26 августа, нанесли удары по военным целям в Иране, что стало ответом на атаку в начале октября. При этом удар не затронул нефтяную, ядерную и гражданскую инфраструктуру Ирана, отмечает Bloomberg. Государственные СМИ Ирана также заявили, что нефтяная промышленность страны функционирует в обычном режиме. Президент Грузии Саламе Зорбешвили отказалась признавать результаты парламентских выборов в стране. По их результатам правящая партия «Грузинская мечта» получила подавляющее большинство голосов, около 54%. Цитата. «Я не признаю эти выборы, они не могут быть признаны. Это то же самое, что признать приход сюда России. Подчинение Грузии – Россия». Об этом сказала Саламе Зорбешвили в ходе вчерашнего брифинга. По мнению президента страны, результаты голосования были, цитата, «тотально сфальсифицированы в пользу грузинской мечты». После встречи с лидерами оппозиционных партий президент анонсировала протестный митинг, который состоится в центре Тбилиси сегодня вечером, и призвала всех граждан присоединиться к этому мероприятию. Новости шоу-бизнеса. У группировки Ленинград, похоже, новая вокалистка. И это Инстасамка. В телеграм-канале коллектива написано, цитирую, «Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом впервые за шесть лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов». Конец цитаты. «При этом Зоя, ее зовут Ксения Руденко, она солистка проекта Сергея Шнурова. Зоя также останется в группе, она никуда не денется». Еще одна цитата. «До этого солистками в Ленинграде были Алиса Вокс и Юлия Коган. Сейчас обе ведут свои сольные карьеры самостоятельно». Впрочем, сама Инстасамка заявила сегодня, что ее сотрудничество со Шнуровым будет носить непостоянный характер, мол, это всего лишь коллаборация. И в конце несколько слов о спорте. «Манчестер Унайтед» отправил в отставку главного тренера Эрика Тенхага. В премьер-лиге команда сейчас занимает 14-е место. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Рут Ван Нислорой. Эрик Тенхаг стал главным тренером «Манчестер Унайтед» в апреле 2022 года. Вместе с ним команда выиграла Кубок английской футбольной лиги в сезоне 2023 года, а также Кубок Англии в 2024 году. И это все новости к этому часу. На прощание поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, а еще подписывайтесь на нас в Телеграме. Мы теперь мультиплатформенные. До встречи!